Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира Личности. Сегодня мы с вами попробуем разобраться с темой враг, который живёт внутри нашей головы. Мы часто не разделяем то, что происходит на самом деле, а что происходит только в нашей голове. Нам с младенчества в наследство досталась вот эта особенность фантазирования о чём-то, делания что-то в своей голове. Мы не замечаем, как мы нечто затаскиваем внутрь своего мира, и нам кажется, что те действия, которые мы делаем с помощью наших фантазий, они каким-то образом и происходят в реальности. Это называется магическое мышление, когда разыгрываемый, разыгрываемый внутри спектакль кажется нам реальными действиями. Итак, часто в жизни бывает, что самый близкий человек становится для нас врагом. Иногда он становится врагом на всю жизнь, иногда коротковременно, но по факту мы не поменялись, другой не поменялся, каким он был, так кем он и является. Но он делает что-то, и у нас к нему мгновенно меняется отношение. То есть, как будто был свой, и тут он стал бабой-ягой. Всё это произошло у нас внутри, и мы не можем в этот момент этого человека воспринимать как память о нём, то есть целостно воспринимать его, помнить, что было раньше, каким он является на самом деле. Малейшее какое-то событие, и этот человек полностью меняет статус, и мы как будто перезаписываем его образ. Самое печальное, когда мы с таким человеком начинаем жить в голове, даже полностью прекратив с ним общение. Часто на эту роль внутреннего врага, с которым мы заперты внутри своей головы, попадают наши родители, например, наши бывшие партнёры. Это всегда про людей, с которыми мы были близки. И психика вынуждена для этого образа выделить пространство, энергию и так далее. То есть фактически те жизненные силы, которые могли бы пойти на созидание, на какую-то активность, уходят на это противостояние. И в этом противостоянии происходит всегда только одно действие. Мы доказываем свою правоту. Вот этот диалог внутри, который мы ведём, это всегда про какое-то доказательство своей правоты. И мы доказываем, что мы правы, он не прав. Мы правы, он не прав. И этот диалог кажется нам вполне реалистичным. На этом рисунке я изобразила красные стрелочки, которыми мы атакуем врага, в кавычках, внутри нашей головы. И нам кажется, что этот враг атакует нас. Даже если я одна в комнате, вообще никого нету, у меня может происходить бурная внутренняя жизнь. Там разворачивается баталия. Это внутреннее противостояние, помимо того, что энергозатратно, оно всегда про невозможность признать что-то про себя. То есть образ внутреннего врага становится таким сундучком, в котором мы храним какую-то собственную плохость. Точнее нам так кажется, что мы храним какую-то собственную плохость. И мы на этот сундучок в нашей голове оказываем постоянное эмоциональное давление, как будто мы в своей голове можем принудить другого поменяться, стать таким, как надо мне или же признать свою неправоту. То есть у нас есть некое представление о том, как правильно и нам необходимо другого перевербовать. То есть чтобы он или сказал «ты прав», «я был неправ», и пока он не перейдёт на нашу сторону, эти атаки совершаются. Эта битва, которая разыгрывается внутри, часто не становится диалогом с тем самым другим. потому что, встречаясь с другим человеком, мы понимаем, что тот образ, который мы храним в голове, и реальный человек — это разные люди. Разные люди. Вот эта атака на другого не воспринимается нами как жестокость. Вот я готовлюсь к вебинару «Неузнанная жестокость» и вот эти агрессивные атаки на врага внутри своей головы человеком как жестокость не воспринимаются. Мы обесцениваем этот образ. Мы злорадствуем, мы его унижаем, мы его ненавидим. Мы всё это делаем внутри своей головы. То есть эту ненависть, это злорадство, эту жестокость мы генерируем сами. Органом жестокости. Но жестокостью мы это не считаем, потому что нам кажется это праведной борьбой. И мы забываем, что мы делаем это внутри своей головы. То есть это праведный гнев на некий неправильный объект. Фактически, если мы получаем вот эту лицензию на праведность, то нам становится, можно делать всё, что угодно. Это как лицензия на убийство. Как бы животных в лесу нельзя убивать, но тебе дали лицензию на охоту, ты можешь их убивать. Тебя за это не накажут. Точно такую же лицензию мы получаем, когда считаем свои идеи праведными. И в этом состоянии нам разрешено всё то, что как бы запрещено. То есть злорадствовать по поводу какого-то человека нам так запрещено. Человек упал, а ты говоришь, а так тебе и надо, ты упал. У нас есть моральные принципы, нам как бы нельзя. обесценивать другого человека. Ты идиот. Мы стоим в очереди, там кто-то без очереди, мы говорим, ты идиот. Как бы тоже нам это нельзя. Унижать другого человека, идиотом называем. Тоже как бы нельзя. Но если мы договоримся с собой, мы получим эту лицензию под грифом праведный гнев, то всё это становится можно. И у человека желание доминировать, желание унижать, уничтожать, оно всегда есть. Оно спящее, но оно где-то есть. И поэтому приходится всё время искать кого-то, на кого можно праведно разгневаться, потому что в этом праведном гневе можно наконец-то отпустить себя. Этот поводок моральных принципов можно наконец-то развернуться по полной. И ты не будешь плохим в этот момент, потому что это гнев праведный. Но из-за того, что он праведный, суть действия не меняется. Это по-прежнему злорадство, это по-прежнему ненависть, это по-прежнему обесценивание, унижение, это по-прежнему жестокость. Многие люди, когда я начинаю вам объяснять, что это жестоко, они начинают говорить, вы что мне запрещаете ненавидеть? Я говорю, нет, вы можете ненавидеть, но важно понимать последствия этого. То есть, когда мы в этой жестокости, ненависти, мы приучиваемся вырабатывать её вот в таком объёме. И вся эта ненависть и жестокость обернётся против вас самих и против ваших близких. То есть, тот, кто отпустил этот поводок и разрешил себе ненавидеть праведным гневом, будет точно так же его вываливать на своих близких, потому что он уже вкусил эту жизнь без поводка моральных принципов. Поэтому жестокость в карагам очень быстро становится жестокостью по отношению к своим и даже к самым близким людям. И обязательно станет жестокостью к себе. Я разговаривала как-то с одной женщиной, и она была наполнена ненавистью, праведным гневом. Она требовала уничтожить. И я говорю, вы жестокие сейчас. Она говорит, вы что, считаете, что те правы? Я говорю, нет, я не считаю, что они правы. Я говорю, что вы сейчас жестокая. И она говорит, так вы мне предлагаете принять ту сторону? Я ничего, говорю, не предлагаю. Я ничего вас не заставляю. Я всего лишь констатирую факт. Вы сейчас жестокая. И вот это отражение фактически происходящего, мы не обсуждаем сейчас причину, а отражение факта. Факта того, что ты сейчас жестокий, для человека невыносимо. Он, когда видит зеркале себя, он всячески начинает оправдывать и говорить, я имею право на эту жестокость, потому что он начинает сыпать ментальными конструкциями, пытаясь аннулировать эмоциональный контекст происходящего. Я этой женщине говорю, вот представьте, есть рай, есть ад, есть тот свет, вы умираете, и, как всегда, страшный суд. Любая душа, она прежде чем куда-то ее дальше отправить, она попадает на страшный суд. И на этом страшном суде вы хотите, чтобы каким был судья, который будет вас судить, таким, как вы сейчас, он скажет, о, заповеди не выполняли, это не делали, уничтожить. Или же вы хотите, чтобы он был милосердным к вам. Как в Библии говорят, какой мерой вы мерите, такой вам будет отмерено, не судите, да не судимы будете. И многие люди, это обращение внимания на контекст жестокости воспринимают как запрет на какое-то действие. То есть, если мне нельзя же быть жестоким, ненавидеть, мне как будто нельзя давать отпор агрессору. Они не могут понять, что это разные действия давать отпор агрессору и ненавидеть, звереть внутри. Это два разных действия. Это эмоциональность внутри головы, а это конкретные действия. В реальности, в жизни, тобою. Потому что людям сложно разделить свой внутренний мир, происходящий там, на внешний мир, в котором ты что-то делаешь. у них это вместе, слито, соединено. Нету границ, нету границ, отделяющих мой внутренний мир и внешний мир, в котором я что-то делаю. Люди эмоционирования часто считают действием, а еще чаще вообще не замечают, каков эмоциональный контекст говоримого ими сейчас. понимание другого, отдельность от него, не предъявление ему претензий с точки зрения моей правоты, а именно понимание другого может снять эмоциональное напряжение. не отменить или не отменить отпор, а именно снять внутренний эмоциональный. Я говорю сейчас про внутренний процесс, только про внутренний. Я не говорю вам, что делать в жизни. Я говорю, что внутри происходит, как снять это эмоциональное напряжение, которое забирает громадное количество энергии. Когда мы говорим, просим близкого человека пойти в магазин, он говорит, я не хочу идти в магазин, нам достаточно сложно воспринять это отдельно от тебя. То есть не то он напал, не то отверг, не то унизил своим отказом. Мы воспринимаем этот отказ так. Или же мы воспринимаем, как я недостаточно хороший, поэтому он не хочет выполнять мою просьбу. То есть его отказ связан только со мной. Я рассуждаю только с точки зрения себя на меня напали или недостаточно хороши. Когда мы начинаем смотреть на происходящее как на отдельное от нас, вот это происходит отделение внутреннего и внешнего мира, мы сосредотачиваемся на причине отказа, мы даже можем задать вопрос, почему ты не хочешь идти? Человек нам скажет, не знаю, я устал. Но когда мы сосредоточены на себе, мы уже затащили во внутренний мир эту фигуру, начинаем ее валять, начинаем выяснять, она напала или нет, я хорошая или нет, а я сколько для тебя сделала. То есть вот такой диалог внутри, который часто выплескивается наружу, мы начинаем с другим точно так же выяснять отношения, не понимая, что его отказ в первую очередь о нем самом. Когда еще про магазин пытаешься понять, это легче, а когда, например, про войну, тут выключают мозг все. Ведь одна страна нападает на другую, потому что у нее есть на это причины. Тоталитарный строй, которому надо все время внешний враг. С помощью этого внешнего врага завуалируются проблемы внутри страны. Ненависть направляется на внешнего врага, не на правительство, пропаганда работает. То есть этому есть громадное количество внутренних причин. И это нападение, оно не персональное на тебя, а оно по совокупности причин. И когда мы понимаем ту совокупность причин, это не значит, что не надо давать отпор. Это понимание отдельности позволяет нам не взрываться ядерным взрывом внутри головы, не бегать внутри головы, не пыхать этим яростью, злорадствовом и так далее. Это отдельно отпор врагу и происходящее во внутреннем мире. Вот этот выход из слияния врагов — это отдельное проживание с ним, потому что с ним можно жить вместе в своей голове всю жизнь, всю жизнь вести эту борьбу и ваших 100% энергии будут съедаться этим внутренним конфликтом иногда даже на 90% на жизнь уже ничего не остаётся. И я сейчас говорю только про происходящее внутри, я подчёркиваю, я не говорю что вам делать, я говорю про эмоции, которые продуцируются, про последствия, которые заберут у вас вашу жизнь, возможность творить, возможность думать, возможность быть в отношениях нормальных с близкими, потому что этот костёр внутри обязательно перекинется нам. Если вы думаете, что вы можете ненавидеть кого-то, и эта ненависть не перекинется на своих в аффекте или на себя, это не так, она перейдёт. И поэтому забота о своём психическом здоровье и равновесии — это умение смотреть в будущее на последствия, когда ты это не выбираешь потому, что ты заботишься о своём будущем, о себе, о своих близких, о пространстве, в конце концов о том, чтобы мочь общаться с другими людьми, не быть токсичным так, что все разбегутся. И это не значит, что не стоит давать отпор, что не стоит отстаивать границу. Подробнее о неузнанной жестокости будем говорить уже в эту субботу на вебинаре. Ссылочка есть под видео и напоминаю, что в конце сентября состоится школа ИВМЛ исследования внутреннего мира личности, где мы с вами в течение семи лекций будем исследовать тексты внутреннего устройства и формировать целостную картину. Как всегда, я вас попрошу в конце видео ответить на вопрос или в своих записях, или в комментариях под видео. Попробуйте вычленить какого-то врага, с которым вы воюете внутри своей головы, вообще определить его, с кем вы продолжаете воевать. И разберите его, вот этого врага, изнутри, не снаружи, нереальный человек, изнутри, только внутренний объект мы исследуем по тому алгоритму, который я предложила. До встречи!